Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Поговорим сегодня о жизни и о смерти, и о том, что происходит между жизнями. Как известно, человек является духовным существом. Ну, если, конечно же, отбросить тело и ум, то вот то, что осталось, является духовным существом. И оно может управлять и умом, и телом, и то есть делать то, что необходимо. Когда мы видим, что тело приходит в состояние уже такой негодности, оно начинает постепенно как-то, скажем так, ухудшать свое состояние, то мы видим, что при этом переходе, когда тело уже пришло в негодность, душа покидает тело. И она делает это в какой-то момент, когда уже чувствует, что пора сменить его. И в периоде между жизнями происходит определенный период трансформации. То есть вы наверняка замечали, что бывает такое, что дети помнят, что происходило с ними в предыдущей жизни. А потом это постепенно убирается, стирается. Почему? Потому что мы не позволяем себе это видеть. То есть если ребенок рассказывает, что он там видит что-то, каких-то сущностей, или рассказывает о том, кем он был в прошлом жизни. Взрослые обычно говорят, ну, не говори глупости, да, то есть это все ты придумываешь. Мы, то есть запрещаем себе об этом думать. И, конечно же, когда человек взрослеет, то у него это все постепенно уходит. То есть у него уходит воспоминание о прошлых жизнях. И часто люди рассказывают даже о том, что происходило в периоде между жизнями. То есть вы можете почитать это, есть книги об этом. Но на самом деле каждый может увидеть это. То есть прочувствовать это и посетить это. То есть посетить вот эти вот все миры, которые проходит человек между жизнями. Все вот эти тоннели света. То есть все это доступно. Если мы не будем закрываться. То есть если мы не будем говорить себе, что это все выдумка, все это ложь. Я сам проходил через прошлые жизни, находил их. То есть прорабатывал то, что там происходит в этих прошлых жизнях. Видел себя и в мужских, и в женских телах. И проходил определенные случаи, когда было вообще не было тел. Когда мы играли в игры, ну, не имея таких вот местных тел, как у нас сейчас. То есть много всего было. И каждый человек может вернуться в это состояние. И то есть прожить это снова. Потому что это все сохраняется в нашем уме. Ну, можно прочитать в книге, да. Можно посмотреть фильм, да. Что-то почувствовать. Но это будет как бы видение другого человека. А вот когда вы сами ныряете в это, да. То есть сами осознаете, что происходит. Вот тогда это будет вашим опытом, вашим переживанием. И очень важно доверять себе. То есть когда вы чувствуете, что что-то происходит, то это вот важно довериться этому. То есть не отметать это, не думать, что вы сошли с ума или что-то там еще не так. А чувствовать и разбираться в этом. То есть что приходит. Вот я, например, сегодня делал сессию и увидел, как я вместе с Настей были, ну, скажем так, в разных телах. Потом поменялись телами, да. То есть и это был опыт, да. То есть опыт, через который я проходил. То есть потому что я это чувствовал и я видел, как это происходит. Точнее чувствовал, как это происходит. Но можно, конечно же, если человек, например, обычный, да, то есть который не занимается духовными практиками, он может этот опыт отметать и говорить, нет, нет, этого нет. Вот, то есть потому что, как у нас принято, да, то есть мы доверяем обычно тому, что мы можем потрогать, да, то есть физической вселенной. А это другой мир. И этот мир, он гораздо более тонкий. И вот мы можем углубиться в этот мир. Когда я провожу человека с помощью процессинга, я ему помогаю углубиться вот в этот нематериальный мир, этот духовный мир, найти, что произошло с ним, например, в прошлой жизни. Как, например, он покинул тело, что произошло, то есть какие были, например, обстоятельства этого. И когда мы проходим это, то он понимает, как вот эта прошлая жизнь влияла, влияет на него в этой жизни. И таких случаев много-много-много. То есть мы можем найти множество случаев в прошлой жизни. И вот эти все переходы, да, когда мы попадаем в какой-то тоннель, потом попадаем на какое-то мероприятие, типа как, ну, скажем там, его называют суд или как-то еще. То есть суть в том, что мы попадаем в какие-то определенные обстоятельства. Они у каждого человека отличаются, но есть и общие вещи. И вот очень важно понять эту взаимосвязь. То есть почему, например, мы теряем память о прошлой жизни? Почему мы в этой жизни не можем применить те способности, которые были у нас раньше? Но это можно все открыть. И вот как раз я веду людей через это, через восстановление способностей, то есть их реактивацию, реабилитацию. То есть мы можем, конечно, очень многое в этой жизни на, как говорится, нарастить мускулы, да, прокачать свои умения. Но очень важно понять, что же у нас уже было, да, то есть понять свое предназначение, понять свою миссию и двигаться по ней. Вот. И это как раз доступно через прохождение прошлых воплощений, областей между жизнями. И еще очень важный момент. Важно понять, что то, что называют смертью, это придумка. Вот. То есть мы можем на самом деле использовать этот процесс. То есть если мы, например, свое тело не загрязняем какими-то продуктами, да, а оно остается чистым, то есть мы можем использовать этот процесс просто как сон. Ну, то есть потому что то, что называют сейчас смертью, это просто такой долгий сон, который приводит к преобразованию тела. И об этом тоже есть данные, которые передавались в летописях. Вот. И для этого создавались определенные такие места, куда людей могли положить тело, да, оно там какое-то время лежало. И потом трансформировалось, да, то есть человек снова просыпался. Дальмены вот для этого как раз и строили. Поэтому, друзья, есть очень много важных данных, которые можно обнаружить. И самое главное это идти и доверять собственному опыту. Вот. Поэтому проделайте практику. Просто посмотрите, да, что вы чувствуете, какие у вас приходят картинки, суждения и запишите это. А потом просто проанализируйте, откуда это приходит, какие случаи у вас реактивируются при этом. И двигайтесь в эти случаи и перепроживайте их, получайте свой собственный опыт, как я это делаю, как это делают другие люди, которые проходят процессы. Вот. И потом делитесь своими наблюдениями, результатами. Можно писать мне, все мои контакты будут указаны под этим видео в описании. На этом, друзья, на сегодня все. Я вам желаю огромного счастья. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями, ставьте нравится, если это видео вам понравилось. Колокольчик для напоминания новых видео, которые выходят на канале каждый день. А сейчас посмотрите те видео, которые я записал специально для вас. Они расскажут более подробнее о процессинге счастья. Всего вам доброго и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok